А вот, ну, расскажите просто, я прочитал и всё знаю, но я хочу, чтобы зрители это вот из первых уст, из ваших услышали, почему ваш отец оказался в Швейцарии, почему он вас увёз, это понятно, потому что он ваш отец, а вот что он делал в Швейцарии? Ну, вы знаете, он уехал просто по каким-то своим рабочим соображениям, поскольку бизнес развивался в нашей стране. Какой бизнес? Приносил много денег, и в какой-то момент страна стала немножко страшно развиваться, и отец решил отсюда переехать в Европу. Вот. Швейцарий продолжал заниматься. Это какие годы были? Мы про какие годы говорили? Мы были с 89-го по 95-й. То есть это ещё Советский Союз был? Да. В общем-то, чем отец там? Отец всю жизнь занимался бизнесом, как там, так и здесь. Я там рос абсолютно швейцарским мальчиком. Единственное, почему, наверное, у меня такое космополитичное какое-то устройство головы, потому что мы очень часто переезжали, я за свою жизнь сменил штук 13 школ, по-моему. И до сих пор я очень люблю путешествовать. Я любое свободное время трачу именно на путешествия. И очень сильно удивляюсь, когда вижу, как люди не в состоянии адаптироваться к какой-либо стране. Меня это правда возмущает. Вот я сейчас вернулся из Парижа, меня это возмущает. Я не понимаю, почему люди должны приезжать со своими обычаями, правилами и так далее, жить в другой стране. Если ты приехал отдохнуть, отдохнуть или что-то. Но я настолько в своей жизни привык быстро понимать некий какой-то уклад общества, в который меня привезли, или в который я сам себя привез, и побыстрее попытаться в него интегрироваться, чтобы в нем жить. Я не могу принимать такую обособленную ситуацию и с утра жарить блины, находясь в Таиланде. Мне кажется, это глупо. Зачем тогда ехать в Таиланд? Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.